Коллеги, мы рады приветствовать вас на нашем вебинаре компании Axelot. Сегодня мы расскажем вам о нашем опыте автоматизации процессов управления транспортом и перевозками дистрибьюторов автозапчастей. Ведущие вебинары это я, Жихрева Елизавета, менеджер по работе с клиентами компании Axelot. И со мной моя коллега Михайлова Наталья, руководитель проектов по транспортной логистике. Во времени вебинар будет длиться около часа, поэтому, коллеги, если в процессе вебинара возникнут какие-то вопросы, вы можете смело написать нам в чат, а после мы обязательно на них ответим. План нашего вебинара выглядит следующим образом. Первоначально я расскажу о ключевых предпосылках внедрения системы, которые существуют у дистрибьюторов автозапчастей. Также об эффектах, которые достигаются после внедрения ТМС-системы. И о нашем опыте автоматизации компаний в данной отрасли. И далее Наталья уже расскажет о функционале, который позволяет автоматизировать нашу систему. Собственно, какими могут быть предпосылки внедрения в компаниях, которые занимаются дистрибьюцией автозапчастей. В связи с ростом объемов заказов, ростом объема доставок, расширением географии усложняется ручное планирование рейсов. При этом при планировании важно учитывать временные ограничения по тем заказам, по тем временным окнам доставки, что у нас выбрал клиент. И также важно учитывать особенности по точкам доставок. Также необходимо контролировать работу водителей при выполнении работ собственным парком и учитывать тем самым расход топлива и, конечно же, его снижать. Одно из важных требований автоматизации является функционал инкассации. То есть, когда мы получаем денежные средства у грузополучателя, фиксируем данную информацию в ТМС-системе и далее уже передаем в корпоративную информационную систему. Основными целями в данной области являются реализация планирования большого объема точек доставки в одном рабочем месте, самого процесса планирования рейсов, выполнение этих рейсов водителями и контролировать факт передачи товару клиенту в онлайн-режиме. Именно для этого в системе есть возможность использования мобильного клиента и, соответственно, при необходимости это интеграция мобильного клиента с онлайн-кассами. По опыту наших заказчиков достигаются следующие эффекты после внедрения системы. А именно это снижение количества транспортных средств для выполнения перевозок, причем как собственных, так и наемных, снижение суммарного промега всех транспортных средств и сокращение суммарного километража. Если компания работает с наемными перевозчиками, то есть использует наемный парк, то происходит существенная оптимизация затрат на перевозку. Автоматические алгоритмы в системе позволяют минимизировать время на планирование маршрутов и тем самым минимизировать влияние человеческого фактора. Ну и в целом позволяют сократить трудозатраты логистов, участвующих в процессе планирования и контроля доставки. Как вы уже поняли, что дистрибьюторы автозапчастей отличаются большим количеством заказов и разными профилями типа доставок. И для решения задач сложной маршрутизации у нас совсем недавно появилось новое решение, а именно это Axelot SCAP, которое интегрируется с системой TMS. Данный продукт предназначен для оптимизации логистических процессов в цепях поставок. И решение позволяет составить оптимальные маршруты с учетом множественных накладываемых ограничений при перевозке. В том числе решает задачи комивая жора, задачи укладки и перевалки грузов и в целом задачи управления грузопотоками. За плечами компании Axelot более тысячи реализованных проектов, причем реализованные проекты в абсолютной разной сфере деятельности. И опыт дистрибьюторов автозапчастей в том числе у нас есть. Хочется выделить несколько компаний, а именно компанию Berg, которая занимается поставкой запасных частей, смазочных и расходных материалов для всех видов автомобилей по всей стране. Компания выполняет до 2,5 тысяч заявок на перевозку в сутки, имеет 40 собственных транспортных средств и привлекает до 20 наемных транспортных средств. Компания обратилась к нам для решения задачи управления перевозками в связи с увеличением объемов продаж и необходимостью в целом планировать перевозки. И также для необходимости контролировать работу водителей с использованием мобильного клиента. Благодаря внедрению TMS-системы повысилась прозрачность планирования рейсов. За счет мобильного клиента реализован контроль работы водителей, реализована интеграция с онлайн-кассами и возможность работы с товарным составом на мобильном клиенте. Также коллеге хочется выделить компанию «Автопитер», которая занимается оптовой и розничной продажей автозапчастей для иномарок и мотоциклов. Компания обрабатывает сутки до 1000 заявок, имеет 350 собственных транспортных средств и привлекает 20 сторонних компаний. В задачи проекта входило внедрение функционала по организации процесса, управления собственным парком, а именно это выписка путевых листов, введение учета ремонтов и технического обслуживания транспортных средств и агрегатов. Важно было учитывать местоположение транспортных средств, составлять планфактный анализ по маршруту, а также контролировать уровень топлива в баке для автоматического заполнения данных по путевым листам. Также был необходим функционал для распределения затрат на перевозки по коммерческим рейсам. В целом от автоматизации ожидалось повышение прозрачности учета затрат на собственный парк. В рамках проекта удалось выполнить все поставленные задачи, и более подробно о реализованных проектах вы можете ознакомиться у нас на сайте или позвонить нам. В случае заинтересованности мы устроим вам референс. На этом, коллеги, у меня все. Далее передаю слово Наталье. Она расскажет более подробно про функциональность нашей системы. Ой, перешагнуло. Да, коллеги, добрый день. Утро, вечер, в зависимости от того, кто у нас собрался. Давайте мы с вами немножечко поговорим про функциональность нашей системы Axelot TMS X4 управления транспортом и перевозками. Мы позиционируем ее как комплексную систему, которая умеет управлять не только перевозками, но и также вести учет собственного парка. Есть у нас возможности интеграции со системами телеметрическими, где мы можем забирать, собственно, данные из серверов этих компаний и выводить их графически и со значениями в системе. Есть приложение для водителей на операционной системе Android для смартфонов или планшетов, а также мы можем ввести учет и аналитику по доходно-расходной части предприятия. Система TMS, она является как бы составной частью огромного ландшафта систем в компаниях и умеет встраиваться, интегрироваться с системами класса ERP, корпоративными информационными системами, а также с системами WMS. Причем автоматизировать, возможно, любые направления деятельности. Это могут быть и дистрибьюторы, и производственные компании, и какие-то торговые компании и так далее. То есть здесь у нас не ограничен тот поток, собственно, клиентов, которые могут использовать нашу систему. Чуть-чуть подробнее по функциональным блокам, которые сейчас отображены у нас на слайде, мы с вами дальше на конкретных слайдиках уже с вами увидим. Что такое учет заявок? Учет заявок предполагает под собой интеграцию всей необходимой потребности, которую необходимо автоматизировать, что мы хотим с вами перевозить. Помимо заявок на перевозку груза в систему могут введены быть также заявки на учет спецтехники, на предоставление, выделение спецтехники, оказание услуг такого рода, также заявки на перевозки пассажиров. То есть когда у нас с вами в штате компании есть специализированные маршрутки, автобусы, и их работу мы также хотим учитывать. В основном мы сейчас с вами поговорим про перевозку грузов и что мы можем, собственно, видеть в системе, как мы можем ввести планирование, исполнение и, соответственно, финансовый учет, затрат, может быть, и доходов, в зависимости от того, как настроены ваши бизнес-процессы. Поступление заявок на перевозку груза в основном у нас связано с интеграцией, с корпоративными информационными системами. На наш взгляд, это самый удобный способ ввода такого рода документов. Если, конечно, у нас с вами 20-50 документов обрабатывается в течение дня, суток, да, это можно сделать и вручную. Такой функционал в системе доступен, он как опция также применим и используется. Но когда количество заявок, как было обозначено в предыдущих слайдах, в компаниях, которые у нас автоматизированы, тысячи, две с половиной, сами понимаете, что это никому не нужный труд, и проще настроить интеграцию с КИС. Ну, с системами это могут быть системы класса ERP. Если говорить про системы на платформе 1С, это ERP, это управление торговлей, управление производством предприятием. У нас, в принципе, нет ограничений по тем системам, с которыми мы можем взаимодействовать. Поэтому, на наш взгляд, это самый удобный способ настройки интеграции ERP. Система для нас является системами мастер-данными, где мы вводим информацию по клиентам, контрагентам, возможно, даже по адресам доставок, по номенклатуре и так далее. То, что нам необходимо учитывать. Заявки могут быть согласованы на стороне ТМС. Это все зависит также от выстроенных ваших бизнес-процессов. Если, например, на основании какой-то стоимости, там оценочной стоимости по заявке, без ее дополнительного согласования ответственным сотрудникам, она не может быть далее исполнена. На уровне заявок на перевозку груза, если брать доходную составляющую по компании, мы можем как раз производить этот расчет доходов, основываясь на параметрах заявки. Вес перевозимого груза, возможно, объем, потому что не всегда у нас запчасти могут быть взвешены. Какой-то объем, да, там, значительный, незначительный имеет место быть. Возможно, это география доставок, зависимость от зон, откуда и куда нам необходимо перевезти груз. И если, и если у нас с вами услуги по перевозке не включены в стоимость товара, который мы хотим доставить грузополучателю, то для нас это доход. Доход компании, который может быть тарифицирован и рассчитан. Помимо того, откуда и куда нам необходимо доставить груз, то есть мы обозначаем, да, маршрут следования, то есть есть какие-то склады основные, есть какие-то распределительные центры в филиалах. Мы можем также с вами и указать, даже не можем, наверное, мы должны указать информацию по грузовому составу, который подлежит как раз перевозке. То, что у нас, возможно, клиент заказал на сайте, то, что он ожидает увидеть, собственно, у себя в определенное время, в определенную дату. Информация по грузовому составу также поступает в ТМС, если мы говорим, да, там про интеграцию, то с помощью настроенных там правил обмена. Причем эта информация может быть учтена как с точностью до товарного состава, так и какими-то общими параметрами, по общему весу, объему, количеству мест, количество загрузочных метров, либо мы можем даже учитывать, да, какие-то габариты линейные для перевозки грузов. Потому что при учете такого рода деятельность, да, у нас есть и негабаритные номенклатуры, скажем так, это кузовы, да, там транспортных средств, отдельные части, какие-то там капоты и так далее. Поэтому есть возможность фиксации и так, и так. То есть здесь тоже зависит от того, как вы хотите это видеть на стороне ТМС и насколько глубоко логист, собственно, обрабатывает эту информацию. Плюс номенклатурный состав вводится в систему для возможности печати сопроводительной документации, если это необходимо, и для выполнения работ точно до товарного состава на мобильном клиенте. То есть если мы с вами говорим про услуги инкассации, которые могут быть также учтены на уровне заявки на перевозку груза, то товарный состав нам крайне необходим, чтобы мы понимали, что мы передаем грузополучателю, может быть, даже то, что мы забираем от поставщика услуг и за что они должны, собственно, расплатиться. Потому что есть вероятности того, что не все может, да, там, принять грузополучатель, от чего-то он может отказаться, что-то может в пути поломаться, разлиться и так далее, либо какой-то брак может быть отправлен изначально на со-склад, да, там, нашего, где мы, собственно, формируем грузовые места. Поэтому на стороне, да, там, ТМС возможны различные пути ввода информации по заявкам. Здесь уже, как бы, детализация определяется на уровне проекта, да, когда мы, собственно, входим, обсуждаем то, как вы хотели бы это видеть. И еще хотелось бы, да, там, отметить по заявкам, что система может вести учет заявок по различным направлениям деятельности и по различным, ну, не по различным, а в различных филиалах. То есть есть возможность на уровне подразделения, филиалы в основном отмечают как подразделения компании. Здесь мы можем, да, загружать заявки, относящиеся к тому или иному подразделению филиалу, причем можем также настраивать права доступа к определенным документам, определенной нормативно-справочной информации, то есть это принадлежность транспортных средств, принадлежность контрагентов от пользователей. То есть пользователи, которые не относятся к тому или иному филиалу, не видят того, что им, собственно, не положено видеть. Это коротко у нас, да, с вами про заявки на перевозку груза. Хотелось бы еще также отметить, что помимо уни модальных в системе могут быть также отражены и пройти свой жизненный цикл мультимодальные перевозки, мультимодальные заявки. То есть когда у нас на этапе осуществления доставки по потребности клиента, есть необходимость в том, что мы должны сформировать груз, доставить его до промежуточной точки, до распределительного центра внутри филиала, до терминала транспортной компании. Далее уже осуществить доставку непосредственно клиенту. Этот функционал возможен. Такого рода схемы настраиваются в системе. Если есть уже ранее, ну, как бы предопределенные схемы могут быть загружены в систему, может осуществляться автоматический подбор этих схем на этапе формирования заявки на стороне ТМС. То есть когда у нас, ну, очевидно, схема при подборе, то есть у нас по определенному направлению, мы знаем, что мы отрабатываем по определенной цепочке поставок, скажем так. Соответственно, она устанавливает, что происходит на стороне ТМС. Заявка на перевозку груза – это потребность нашего клиента в получении груза. Определили мы схему поставки, то, как она должна быть исполнена. Тут хотелось бы еще акцентировать внимание, что количество плеч по цепочке поставок, по мультимодальной схеме, оно не ограничено. У нас на опыте, пусть даже может быть, и не у дистрибьюторов автозапчастей, есть возможность формирования до 8 промежуточных пунктов, которые отвечают за свой этап в этой цепочке. Соответственно, формируются задачи конкретные для планирования их на определенный вид транспорта, на определенные типы транспортных средств, которые уже по мере формирования наполнения отвечают за доставку груза в тот или иной пункт. Промежуточными пунктами, которые могут участвовать в этой цепочке поставок, могут быть, повторюсь уже, наверное, это и собственные склады филиалов, это могут быть терминалы транспортных компаний, когда мы доставляем груз, и зона ответственности у нас, в любом случае, заканчивается при передаче груза грузополучателю. То есть мы должны отследить каждое плечо этой заявки по установленной схеме. А также могут быть промежуточные точки, и вот они реально промежуточные. Во всех представленных ранее проектах это использовалось. Есть какая-то точка где-то на трассе, на какой-то остановке, едет большая машина, это может быть фура, это может быть 10-тонная, 5-тонная машина, останавливаются к ней, подъезжают мелкотоннажные транспортные средства, забирают исключительно свои грузовые места для своих грузополучателей, и уже доставляют их до него в установленные, собственно, сроки, когда наш получатель, собственно, ждет доставки этого груза. Такие вариации тоже были, они реализованы в системе, на основании вот этих промежуточных заданий формируются рейсы, назначаются перевозчики, причем здесь могут быть не только сторонние перевозчики, применены на исполнение этих услуг, а также и собственные транспортные средства, которые, например, выполняют часть этого пути. Что нам это дает? Схемы мультимодальных перевозок, когда дробят нашу заявочку на задание, на уровне задания мы с вами ведем учет расходов собственного парка, сторонних перевозчиков, транспортных компаний, которые выставляют нам акты выполненных работ. Мы же хотим все расходы видеть с вами на, не на этапе, получается, а на примере входного документа, заявки на перевозку груза. Поэтому схемы дают нам возможность аккумулировать все затраты на уровне заявки, и они нам, соответственно, становятся прозрачными. Почему? Потому что мы знаем всех назначенных исполнителей на все промежуточные пункты, а заявка у нас – это сущность, которая все под себя собирает, не будем выражаться другими словами. Вот. Это коротко у нас с вами про мультимодальные схемы. А уже частично, да, затронула, что на основании заявок в системе формируется подчиненный документ задания на перевозку груза. Это конкретная задача, где у нас могут быть установлены уже конкретные адреса, откуда нам необходимо доставить груз. На уровне заявки, если сравнивать их, чем они могут отличаться. На уровне заявки мы с вами считаем доход. Заявка у нас именно включается в мультимодальную схему и дробиться на задания. Также на уровне заявки сразу могут быть установлены несколько адресов отправления получения груза для того, чтобы была возможность сформировать задания на перевозку груза. Если вдруг у нас с вами чисто унимодальные перевозки и никакую доходную часть, мы с вами не рассчитываем, в схемах они у нас не участвуют, то никто нам не мешает сразу формировать документы задания на перевозку груза. По факту формирования этих документов в системе предусмотрено рабочее место логистов, скажем так, это рабочее место планирования рейсов. Сюда попадают именно сформированные на основании заявки задания, которые нам необходимо спланировать на определенный период времени к определенному заказчику, грузополучателю и так далее. Здесь как раз представлен слайд, где наше рабочее место, оно условно разделено на четыре части. Подключенный картографический сервис с выводом изначально, точек, которые проходит свой процесс геокодирования, то есть мы понимаем, где она у нас географически расположена, и они нам необходимы для чего? Для того, чтобы мы оптимально с вами рассчитали пробег между этими точками. Мы же хотим снизить количество транспортных средств по итогам планирования, а также хотим сократить пробег между этими точками и в общий суммарный пробег по всем запланированным заданиям на определенный период времени. Хотелось бы отметить, что ограничений по периодам планирования в системе нет, то есть мы можем вести планирование, как стандартное, сегодня на завтра обычно, то есть приходит время X, когда прекращается поступление заявок на перевозку груза, ну, условно прекращается, оно, конечно же, может быть, форс-мажор никто не отменял, и логист уже приступает к планированию на завтрашний день. Возможно, планирование день в день так называемых экспресс каких-то, там, заявок или доставку груза в ВИП-клиентов, и на какой-то период, потому что если мы говорим про какие-то междугородние перевозки, понятно, что в одни сутки мы не уложимся, нам нужен период пошире. Если мы, там, я не знаю, из Москвы в Владивосток везем машины, именно груз, то здесь нам вот два даже дня, три, четыре, пять, не хватит, то есть нужно запланировать период чуть пошире. Такая возможность есть. Рабочее место планирования рейсов предполагает работу с большим объемом точек, причем здесь мы можем вести с вами работу различными способами. Возможно, отрисовка географических зон, как по районам, регионам России, там, странам СНГ, то здесь тоже, да, там ограничений нет, если мы куда-то за границу даже машину отправили. Или, например, у нас идет заказ, да, там, от поставщика, где мы свою машину, допустим, да, там предоставили и контролируем ход ее перемещения с учетом каких-то, да, там остановок, ну, я имею в виду, какие-то таможены, например, там поставим. Вот, а при этом мы можем и какие-то города, в которых мы ведем с вами планирование, также разделить их по зонам. Ну, например, то же самое, там, Москвы. Есть вариации, когда она у нас делится на 20 районов, на 40 районов. Тут все зависит от того, каково количество точек, которые необходимо обработать в сутки. И, возможно, есть какая-то привязка конкретных транспортных средств, собственных, или это могут быть какие-то сторонние перевозчики, но на постоянной основе, предоставляющие нам транспортные средства. И мы можем их закрепить за определенными зонами доставки. То есть те зоны, в которых они умеют работать, знают, как работать, все схвачено, за все заплачено, скажем так. Поэтому зоны отрисовываются с помощью зон также, помимо облегчения, скажем так, работы логиста и деления заявок по зонам, также возможна настройка тарификации. При работе в рабочем месте и при установке определенных параметров для учета планирования рейсов, мы настраиваем, запускаем, определяем какие-то параметры, которые дополнительно должна контролировать система. Например, это учет временных окон при доставке грузополучателя. Наш получатель говорит, я хочу, чтобы вы мне к 12 пригнали машину своим грузом. Или в период с 9 до 18. Если мы систему просим четко контролировать эти сроки, то она так и будет это делать и пытаться доставить, ну не пытаться даже, а она спланирует рейсы точно в срок. В тот срок, который определен у нас грузополучателем. Конкретное какое-то время доставки, либо это может быть какой-то период, в который мы с вами 100% попадем. Почему? Потому что она это контролирует. Также в параметрах для автоматического планирования могут быть учтены различные роды дополнительных ограничений. Например, у нас есть с вами несколько складов, где мы должны последовательно осуществить погрузку и далее уже доставить груз, ну согласно порядку объезда, точек в спланированном рейсе. Такой функционал также возможен в системе. Есть возможность установки циклического планирования, когда мы собственные транспортные средства или даже сторонние транспортные средства, которые мы, например, на день арендуем, можем с вами запланировать на несколько рейсов. Она знает, каковы ограничения по заданиям, по задачам, по заявкам, которые поступили к нам в систему. Она знает, какой длительности должен быть рейс, то есть мы его можем ограничивать, например, по времени, по времени работы транспортного средства, по времени работы самих водителей, перерабатывать у нас мало кто хочет. Поэтому эти ограничения, учитывая, она может распределять соответственно на задания и несколько раз в день на транспортные средства. Есть вариации установки правил совместимости товарных позиций, которые устанавливаются у нас на уровне видов номенклатуры. То есть не все мы можем перевозить вместе. Если такие правила есть и их настроить в системе, то она их также будет контролировать. Есть также правила, которые возможны по установке на уровне грузополучателей. Например, не все модели, транспортные средства или не все водители могут осуществлять доставку к грузополучателю. Это может быть связано с различными причинами. По пути следования грузополучателю есть какие-то непроходимые стакады высокими кузовами транспортных средств. Прошу прощения за мой французский. Либо у грузополучателя есть какие-то ограничения по пантусам, по подъезду. То есть можно назначить только маленькие, например, машины по грузоподъемности. А возможно, есть и водители, которые изначально не очень хорошо осуществили доставку и которых не хотят больше видеть на своей территории. То есть это установка правил доступности ресурсов на уровне грузополучателей, которые также могут контролироваться при формировании маршрутов в системе. С учетом подключенного картографического сервиса мы сейчас можем работать с несколькими сервисами. Это OpenStreetMap, это Heamaps, это Яндекс.Карты, это Google Maps. Такие картографические сервисы, как Heamaps и Яндекс.Карты, могут предоставлять нам дополнительные сервисы. Например, это учет пробок, учет статистики по пробкам, возможно, даже учет каких-то платных дорог, учитывать нам это при доставке или не, учитывать, разрешать или запрещать, да, там, проезд по такого рода дорогам. И ряд дополнительных ограничений, то есть учет, например, да, там, колец наших по Москве, есть пропуск у машины или нет пропуск у машины на выполнение работы, да не только даже на выполнение, да, там, а на возможность проезда в эти кольца, то есть такой функционал доступен при подключении картографических, платных, скажем так, картографических сервисов. И ряд других возможностей, которые позволяют удобно вести планирование заявок логистами в рабочем месте. Здесь хотелось бы еще отметить, что кроме автоматического планирования, который запускается по соответствующей команде, с учетом всех тех ограничений, которые заданы у нас на уровне задания, на уровне типов транспортных средств или реальных наших транспортных средств. Возможно также и ручное формирование маршрутов. В некоторых проектах это используется. Например, при ограничении по зонам мы можем, собственно, выделить полигон тех заданий, которые мы хотим спланировать сразу. Вручное выделение, назначение конкретной машины, постоянная команда в системе спланирует в рейс. То есть здесь практически переносом точек с карты в транспортные средства. Есть еще один вариант планирования рейсов. Это планирование по расписанию. У нас они, конечно, называются периодическими рейсами, но зачастую периодически они же постоянные. То есть это те рейсы, которые можно обозначить в системе как постоянные. В большинстве случаев такими рейсами могут быть перемещения как раз с основного распределительного центра, например, до филиальных каких-то РЦ. Они у нас могут ходить на постоянной основе в определенные дни недели. Соответственно, загрузка осуществляется по определенному графику. Мы это все знаем, менеджеры знают, грузополучатели, возможно, тоже знают, в какой момент у нас. Там машина поедет с основного склада. И это может быть учтено также в системе. Что она делает? Когда мы с вами настраиваем такого рода расписание, то система сама может включить соответствующее задание в эти рейсы. Что останется логисту? Логисту останется проверить, все ли у нас задания попали или нет. Почему? Потому что контролируется вместимость по типам транспортных средств, по такого рода расписаниям. Или назначить реальную машину для исполнения такого рейса. Здесь снижается как раз нагрузка на логиста, чтобы ему не обращать просто внимания на такого рода задания. Ну и, соответственно, больше внимания уделить, в основном, это доставки по городу, для того, чтобы мы учли все пожелания грузополучателей при осуществлении доставки. При планировании, кстати, доставки грузов, товарных каких-то позиций, если у нас с вами также по заявке учтена инкасация, то она автоматически попадает у нас с вами в этот рейс и формируется как отдельная работа для выполнения ее водителем, экспедитором, ну или водителем-экспедитором, если у него должность через тиры, соответственно, пишется и так далее. То есть здесь мы с вами чуть-чуть обсудили возможные варианты планирования рейсов при более детальном. Мы, как уже сказали, можем, соответственно, про нее рассказывать бесконечно. Также есть еще, соответственно, слайд, связанный с автоматическим формированием рейсов. Как я уже, собственно, и сказала, что автоматическое планирование это формирование рейсов без участия пользователя. Также при автоматическом подборе маршрута возможно соблюдение или подбор тех же самых зон погрузки-разгрузки, учет заказчиков перевозки. Потому что есть такие грузополучатели, которые, например, не хотят видеть при доставке груза что-то кроме своего груза. И поэтому их приходится планировать отдельно, либо заказчики у нас какие-то большие, под них выделяют сразу отдельные машины. Ну и, соответственно, да, там как основной показатель это соблюдение временных окон, несмотря на то, что у нас заявка с вами может также быть включена в схему мультимодальную, при формировании соответствующих заданий могут формироваться и учитываться временные ограничения по доставке груза с расчетом, вот если к нам пришла заявка и мы должны выехать, да, там со склада в определенный период времени. И есть желаемая дата и желаемое время получения груза грузополучателем. Устанавливается схема, с тем может рассчитать, а мы вообще успеем в то установленное временное окно, которое нам обозначил грузополучатель. Если мы не успеваем, то она сигнализирует об этом логисту, что, возможно, нужно произвести какие-то дополнительные работы с грузополучателем и договориться, ну, чуть-чуть нам попозже с доставкой, соответственно, груза. И также при автоматическом формировании рейсов, да, как отмечено на данном складе, слайде, прошу прощения, возможен автоматический расчет расходов по расчетным показателям рейса. То есть здесь при формировании маршрута, да, мы можем с вами уже анализировать при установке, да, там, при планировании на сторонних перевозчиков, во сколько нам вообще эта доставка обойдется, даже если мы с вами их еще пока не назначили в рейсы. То есть, ну, здесь, конечно же, должны быть соблюдены правила ввода расчета тарифов со сторонними перевозчиками, да, чтобы уже анализировать, да, там, сколько будет стоить доставка в той или иной заявке по тому или иному направлению с таким типом транспортного средства, ну, и так далее. Если мы с вами а, это оно так, это, да, если мы с вами ведем планирование на собственные транспортные средства, то рейсы у нас уже формируются с вами, да, там, с установленным перевозчиком, это мы, да, там, это собственный перевозчик организации, который сразу в рейс устанавливается, сразу устанавливаются транспортные средства и, возможно, даже устанавливается тот водитель, который будет, собственно, управлять, да, там, и осуществлять, исполнять этот рейс, осуществлять доставку. Если планирование ведем на виртуальный транспортный стайд, как опция получается, в рабочем месте планирования рейсов, то есть у нас планирование будет стоять из двух итераций. Сначала мы производим планирование, определение тех типов транспортных средств, которые максимально оптимальны будут для формирования маршрутов, во-первых, и второе – для осуществления доставки. И вторая итерация – это назначение перевозчика. Назначение перевозчика – это, соответственно, созвониться, отправить заявку, договориться, отправить заявку в рабочее место перевозчика, которое также может быть доступно сторонним перевозчикам, как внешним пользователям, если мы даем им права на доступ к нашей системе. Ну и когда мы, соответственно, с вами настроили, настроили, назначили исполнителей на рейс, следующий этап – это контроль исполнения рейса. В системе, возможно, несколько вариантов контроля исполнения рейсов по сформированным маршрутам. На данном слайде приведено три варианта. Конечно же, безручного, безручной отметки созвон с водителем может быть иногда и не обойтись. Он есть. Удобен только тогда, когда нам нужно отследить небольшое количество рейсов сформированных. Здесь, в принципе, различные вариации могут быть. У кого-то много рейсов формируется, у кого-то мало рейсов формируется. Есть специально выделенный сотрудник, который взаимодействует с водителями и отмечает факт того, что погрузка произведена, машина поехала, приехал на первую точку, вторую, третью, согласно маршруту следования. Есть смысл в этом алгоритме. Но если вдруг не очень он нам удобен, то есть еще два варианта. Второй вариант – это настройка интеграции с телеметрическими системами. На слайде представлены варианты тех систем, с которыми у нас уже есть настроенная типовая интеграция. Это виолон, это омником, скаут, автограф. Помимо представленных, также мы уже умеем интегрироваться с системами Helios Pro, AutoPhone, Fort Monitor и Glonass Soft. То есть это уже у нас порядка восьми систем, с которыми мы можем безболезненно настраивать интеграцию с их серверами и забирать данные с их серверов в систему. Они нам интересны чем? Тем, что на стороне TMS у нас с вами спланирован рейс, здесь у нас есть плановый маршрут, который построила система. При заборе данных от телеметрических систем мы накладываем фактический уже маршрут по учету местоположения транспортного средства на плановый. И здесь мы можем с вами видеть, насколько у нас отклоняются транспортные средства от планового маршрута. Есть ли у нас с вами где-то остановки не по маршруту, скажем так, то есть несанкционированные какие-то остановки. Есть ли у нас какие-то нарушения по последовательности выполнения точек, они могут быть предприняты самостоятельно, но водителем, либо могут быть согласованы с логистом или с оператором. Вдруг, если какая-то пробка возникла по пути выполнения следующей точки, то можно, в принципе, ее объехать и потом вернуться, когда у нас стабилизируется, скажем так, ситуация на автодорогах. Есть у нас проекты, когда мы полностью данные, забираемые от телеметрических систем, положили на контроль исполнения рейсов, то есть согласно данным, получаемым в регистре нашей системы, мы стартуем рейсы, причем стартуем из гаража, то есть когда у нас осуществляется выезд из зоны гаража, отмечается факт того, что машина, собственно, начала свой рейс. Производится погрузка также, отмечается факт того, что погрузка произведена, и далее уже по маршруту отслеживаем, как у нас производится процесс сдачи груза грузополучателю. Что хотелось бы здесь отметить? Здесь хотелось бы отметить, что забор данных от телеметрии интересен, когда у нас небольшое количество точек запланировано в рейс, а в основном это удобно при каких-то междугородних перемещениях, когда у нас машина погрузилась и уехала в рейс. То есть это не доставка, допустим, там день в день, это не развоз по городу, где у нас точки максимально близко расположены, могут быть максимально близко расположены друг к другу, это вот какое-то вот дальнее расстояние, это данные по учету местоположения, ну и, соответственно, фиксация факта выполнения работ. Вот еще чуть-чуть про телеметрию, да, то есть когда машина входит в зону точки плюс-минус погрешность, потому что все-таки у нас и распределительные центры могут быть огромными, да, там, а как вы знаете, точка ставится посередине здания, поэтому нам нужно обозначить зону погрешности. Мы там простояли определенное количество времени, 5, 10, 15, 40 минут, с тем понимаем, что все, точка сдана. И к тому, что при городских доставках это не очень удобно, да, особенно когда идет передача груза с учетом инкассации, да, там, для грузополучателей. Телеметрия нам, к сожалению, этих данных не может предоставить, потому что она нам только дает реальное местоположение транспортного средства и остановки. Вот, но использовать в любом случае можно. И порой даже это очень, да, там удобно. И совмещать с мобильным клиентом это тоже можно. Почему? Потому что трекеры, установленные на транспортные средства, ну, они, ну, на наш взгляд, исходя из опыта взаимодействия, да, там, через спутники более отлаженные, чем тот же самый, там, мобильный клиент, который тоже может быть, ну, как таковым, там, трекером, да, там, являться. Мы совмещаем в большинстве проектов, что местоположение мы учитываем по телеметрии, а факт выполнения работ мы берем от мобильного клиента. Это, как бы, третий вариант выполнения работ с помощью мобильного клиента. Здесь у нас, кстати, отдельный, да, там, слайд, как раз представлен по интерфейсу мобильного клиента, по его функциональным возможностям. Что такое мобильный клиент, Axelot TMS, это приложение, которое устанавливается на смартфон или планшетной операционной системе Android, это своеобразный электронный маршрутный лист, который видит водитель, то есть он скачивает приложение с Play Market, да, и пройдя процесс авторизации, конечно же, да, там, если у нас водитель с вами не назначен в рейс, то он может, конечно, скачать это приложение, но рейс он не увидит, не получится, потому что он у него не запланирован. То есть он видит, соответственно, последовательность выполнения, да, там, точек, увидит, какой порядок запланировала система, кто есть получатели груза, в какой временной период он должен успеть, да, там, доставить этот груз, конечно же, адрес, да, на который нужно, собственно, приехать, и даже, возможно, определение количества задач. Ну, задачи – это погрузка, разгрузка, да, там, передача, получение документов, выемка, да, там, или сдача инкассации. При работе в мобильном клиенте есть у нас команды по построению маршрута, то есть здесь мы можем передать текущие координаты и координаты точки, до которой нам необходимо доставить груз с помощью встроенных в устройство, ну, системы навигации, да, то есть это может быть Яндекс.Навигатор, это может быть Гугл.Навигатор, который нам построит маршрут с учетом текущей ситуации на автодорогах. Водитель уже, он, с вами, да, там, выбирает, ну, максимально оптимальный на его усмотрение путь, да, и осуществляет, собственно, проезд к этой точке. То есть каждая точка, закончив предыдущую, каждая точка, соответственно, выкидывается, да, там, в навигатор, и он, соответственно, видит, что происходит на автодорогах и каким образом ему необходимо доставить груз. Вообще работа с мобильным клиентом – это настройка правил выполнения работ с ним на уровне системы, да, то есть это либо администратором системы, либо это логист устанавливает правила работы с ним. Вот для примера приведен, да, там, следующий слайдик, где есть возможность самому водителю менять порядок объезда по точкам, то есть устанавливать ту точку, которая должна быть выполнена следующей. Здесь хотелось бы отметить, что такая опция может быть доступна водителю, а может быть недоступна. И, возможно, отправка, да, там, запроса логисту на изменение, ну, порядка объезда точки. Почему? Ну, потому что, построив маршрут, например, да, там, до этой точки, ну, не до этой, в смысле, до предыдущей точки, он определяет, что по пути следования, да, там, пробка, если ее объезжать, то у нас с вами, там, другая точечка, да, там, ну, как раз будет, как бы, проходной. И чтобы просто так, там, и, например, не возвращаться, можно было выполнить работу в ней и дальше уже поехать по маршруту. Если логист соглашается с таким порядком, да, там, действий, то он может скорректировать рейс самостоятельно. И если мы даем с вами возможность выполнения таких команд непосредственно водителю, то, значит, он может ей воспользоваться. Плюс к тому, что уже, да, там сказано ранее по поводу того, что работа в мобильном клиенте – это установка соответствующих параметров на стороне системы, та же самая, например, видимость маршрута по точкам, которая была, да, там, на первом слайде. Мы можем вообще задать видимость только следующей точки, то есть чтобы у нас водитель не принимал участие в изменении порядка объезда точек, а видел только следующую. Это применимо тогда, когда у нас, например, да, огромная загрузка машины на палетах, где нет вообще никакой возможности поиграть там в тетрисы внутри кузова транспортных средств, поэтому и видеть, собственно, следующую точку не обязательно. Здесь также связка идет, получается, выполняемого функционала, то есть если водитель что-то забыл отметить по точке, да, там, ну, понятно, прибытие, начало работы, выполнение задач и убытие с точки. Если он вдруг забыл это сделать, то мобильный клиент может ему подсказать, да, там, просигнализировать, почему ты долго стоишь, почему ты не нажал кнопку убы, ты уже уехал из зоны, где находится эта точка, но и он не сможет перейти к следующей, он не сможет ее увидеть. Здесь это должно быть все зафиксировано, да, соответственно, ему дальше отображается следующая точка по маршруту. При выполнении работ на мобильном клиенте, да, когда он приехал, когда водитель у нас приехал, собственно, на точку, он отмечает факт того, что он прибыл на эту точку, при этом фиксируется фактическое время прибытия водителя на точку. Здесь тоже интересный функционал, когда мы можем контролировать, а точно ли он туда приехал. Были случаи, когда в процессе поездки, здесь уже неправильно говорится, в процессе поездки водители отчитывались о том, что грузовые места переданы грузополучателям, либо отметка о том, что маршрут пройден, осуществлялся, собственно, в конце самого маршрута, что нам неинтересно, да, там, если мы с вами хотим контролировать какой-то сервис по доставке груза грузополучателям. Данные об установке фактического прибытия на точку отмечаются в соответствующих отчетах системы, мы можем с вами же анализировать, где у нас кто, да, там, застрял по пути следования к этой точке, возможно, да, там, опоздание связано с тем, что долго производилась погрузка, да, или долго производилась приемка на предыдущие точки товарного состава, поэтому мы опаздываем в следующее. Здесь, кстати, эта ситуация может быть также отработана на стороне от ТМС-системы. При установке, да, там, с датой времени выезда с точки мы можем пересчитывать, и если у нас идет опоздание какое-то, да, там, согласно плану маршрут, который мы уже построили, ну, вот, если у нас идет опоздание на какое-то установленное значение, да, там, ну, в минутах, там, я не знаю, там, 15-20 минут, то мы можем пересчитать, а вообще мы успеем во все спланированные дальше точки для того, чтобы уже спрогнозировать, куда мы не успеем, возможно, договориться об этом с клиентами, возможно, уже заранее, да, там, отменить посещение каких-то точек водителям, чтобы он не тратил на это время, и заняться переносом их на следующий день, либо вообще там отмена, потому что разные, да, там ситуации бывают, и уже, как бы, планировать на будущее. Водитель, отметив прибытие, следующая у него команда, это на чате выполнения, то есть здесь у нас фиксируется промежуток между прибытием и началом выполнения работ, погрузки или разгрузки. Да, потому что, когда мы попали во временное окно прибытия, установленное рассчитанной системой, и нас вдруг долго не ставят на погрузку, то здесь уже может включиться счетчик простой по вине заказчика, да, то есть мы приехали вовремя, а нас, видите ли, не ставят. Почему? Ну, у нас с вами поэтому пойдет дальнейшее, да, там, опоздание, собственно, по рейсам по выполнению следующих точек. По факту установки данного времени вся информация тут же, да, там фиксируется на стороне ТМС, то есть формируются документы прохождения точки, в которых отмечаются как раз вот эти вот события мониторинга от мобильного клиента с установленными датами и временем. По факту установки начала выполнения работ водителю становится доступным те задачи, которые он должен выполнить. То есть это задача по погрузке, задача по разгрузке, по выемке ценностей, по выполнению каких-то дополнительных операций в точке. Ну, допустим, если вот у нас какое-то, да, там, физическое лицо, мы оставляем доставку до квартиры, например, ну, я сейчас, да, можно сутрировать, наверное, чуть-чуть, то у нас может быть, например, там, учтен как док-операция подъемный этаж, подъемный этаж – это платная опция, да, которая должна быть зафиксирована и отмечена как выполненная самим водителем. Разгрузка при работе в мобильном клиенте доступна с точностью до товарного состава, то, о чем мы ранее, да, с вами говорили, особенно это интересно при приемке вот как раз вот по номенклатурной. Не обязательно это могут быть какие-то физические лица, да, это могут быть и какие-то точки, куда мы осуществляем доставку груза, магазины, которые также вот скрупулезно, да, каждой номенклатуры, да, каждой единицы номенклатуры проверяют все то, что мы доставляем. Если же необходимо, да, там, учитывать услуги инкассации, да, то здесь возможна интеграция с онлайн-кассами, мы об этом тоже уже немного говорили по начале нашей презентации. Разработан данный функционал был на примере одного из представленных как раз, да, наших проектов компанией БЕР, когда мы разработали интеграцию с отоловскими онлайн-кассами. Позже уже у нас подключились и терминалы iBox. Кассы эти могут принимать, да, там, как наличную, так и безналичную оплату, при этом в мобильном клиенте на данный момент можно легко отметить, а каким образом будет произведен расчет, да, он может быть наличными произведен, он может быть произведен безналом. Данные установленной типа платы может быть интегрирован, да, там, в корпоративную информационную систему и отмечен, ну, там, для дальнейшей пересылки этой информации в необходимые, соответственно, органы. Вот, значит, при выполнении работ в мобильном клиенте с точностью до товарного состава у водителя есть возможность отчитаться конкретно о том, что он передает, и, возможно, о том, что он привезет обратно, потому что есть вероятность того, что у нас пойдут вычерки, скажем так, а там по документам, которые могут быть сразу оперативно на уровне мобильного клиента, отмечены и переданы в соответствующие системы. Первая система, которая принимает эту информацию, это система ТМС, причем принимает она, да, вот эту интеграцию мобильного клиента и сама эта система, она настроена на основании, да, там, интернета, да, доступной связи, а сам обидный клиент может работать в оффлайне при условии загруженного маршрута перед выездом водителя. Но когда у нас с вами есть связь, то вся информация в онлайн-режиме передается в систему. А уже на основании сформированных документов прохождения точки, если у нас вдруг, да, там настроена интеграция по выгрузке такого рода данных, то мы можем сразу, и у нас водитель еще в пути, он у нас еще осуществляет доставку, можем сразу ос... нет, осведомить, слово забыла, корпоративную информационную систему о том, что по данному рейсу данной машины данный водитель по данному заказу привезет то-то, 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 причина возврата такая-то. И эта информация помимо корпоративной информационной системы может быть также дополнительно выгружена, ну, либо через нее, через кис, либо напрямую в систему ВМС, что ждите, приедет машина, привезет вот такой-то груз. На уровне мобильного клиента также заданы опции, что если у нас, например, да, там собственные машины, что часто встречается, и в некоторых проектах тоже имеет место быть, если у нас исполнение ведется собственными транспортными средствами, то водители у нас обычно пользуются машинами, которые выделены в их пользование, и просят в том, что рейс, ну, пожалуйста, пусть он у нас будет закончен максимально близко к дому, чтобы, да, там, несколько ходок не делать, сначала на склад, дать, например, там, анкассацию, дать возврат, и потом снова ехать домой, да, там, парковать транспортные средства там. Есть и такие вариации реализации планирования с учетом гаража, который находится, да, там, рядом с домом нашего водителя, это имеет место быть, в принципе, это для нас как бы не новость. Я к тому, что если вдруг у нас с вами в рамках выполнения работ по рейсу есть возвраты, есть инкассации, которые необходимо сдать, то это необязательно делать в этот же день, да, мы можем выполнить рейс и перенести эти работы на следующий рейс, то есть зафиксировали, ожидаем, что, да, инкассация должна быть сдана в кассу, в адрес сдачи, да, там, инкассация, возврат должен быть возвращен на склад. Но если водитель у нас долго, не долго, а поздно заканчивает, да, там, рейс, и возможно, что на складе у нас уже никого не будет, потому что, ну, время работы в складах абсолютно разное у всех. Кто-то работает круглосуточно, у кого-то есть, да, там, ограничения по окончанию ведения работ. Вот, соответственно, работа переносится на следующий рейс. Почему? Потому что водитель у нас будет запланирован на следующий день в рейс, да, и он привезет, сдаст, у нас все зафиксировано, это все будет учтено, как бы, да, там, ну, как долги, получается, да, там, задолженность за водителем остается, и пока он не выполнит работы с предыдущего рейса, то есть к следующим работам он уже перейти не сможет, а это, ну, вы понимаете, да, там, выполнение рейса, про счет зарплаты и так далее. То есть у нас водители не могут, собственно, без работы оставаться, поэтому выполнять должны все ровно в срок. И если мы с вами говорим, да, про выполнение работы с точки зрения товарного состава, пока у нас все позиции не будут отмечены, как выполненные, да, там мы к следующему окну, скажем так, да, к окну фиксации убытия с точки перейти с вами не можем. Что хотелось бы здесь еще отметить, что если вдруг у нас водитель по какой-то причине отмечает факт того, что на точке произошли какие-то проблемы, да, там, ну, груз, например, там, не принимается, хорошо, там, связь с логистом, связь с менеджером, согласование, соответственно, да, там факты приемки груза. Или, например, мы привезли груз, да, у нас какой-то брак обнаружился. На стороне системы, ну, и, соответственно, при взаимодействии, да, с мобильным клиентом есть возможность автоматического установки и запуска камеры телефона, чтобы нам водитель подтвердил, что да, вот я выбрал проблему, что у меня повреждение, да, там идет товарной позиции, запусти камеру, подтверди, покажи, что да, это действительно произошло. И пока он этого не выполни, да, там он к следующей позиции перейти не сможет. Эта информация также доступна по факту, да, там у пыти из точки, логисту в оперативном режиме, фотографии, файлы, которые могут быть прикреплены, да, там через мобильный клиент. На стороне ТМС они у нас присоединенными файлами, да, там крепятся либо к рейсу, либо к документам прохождения точки. Ну и, соответственно, рейсы дальше, рельсы, я сказала, да, рейсы, ведь у меня рельсы пошли, рейсы выполняются до того момента, пока у нас, собственно, не закончится сам маршрут, и все точки до конца не будут выполнены. Это кратенько, да, там по функционалу мобильного клиента, причем есть даже возможность вести чат, да, с диспетчером водителю, ну, оповещать о каких-то возможных проблемах, да, там, ну, или интересоваться каким-то другим, да, там, задачам, они могут переписываться, эти события, события сообщения, да, там, как диспетчеру водителю, так и водителю диспетчеру, фиксируются в системе, как сообщение, да, там, между двумя, получается, да, там, главными ролями, и видны у нас в рабочем месте спутникового мониторинга, да, потому что рабочее место спутникового мониторинга предназначено не только для вывода информации по данным, получаем, от трекеров телеметрических систем, а также и от мобильного клиента. Я ранее тоже уже говорила о том, что при установке и запуске мобильного клиента, да, там, выполнение работ с электронным, скажем так, маршрутным листом, ну, и если у нас эти работы выполняют сторонние перевозчики, то автоматически включается определение местоположения устройства, да, тут не машина, получается, устройство, и мы можем видеть это перемещение также на карте. Единственное, что при работе с мобильным клиентом, когда у нас вдруг теряется, да, там, связь при переключении, например, с вышек сотовых операторов, да, там, на спутнике, есть, ну, есть участки, когда там у нас просто там либо прямыми полосочками, да, там, отрисовываются маршруты, либо есть какое-то прерывание. Вот, поэтому трекер-то там, они надежны, но все равно, да, как бы вот эти вот прохождения, они фиксируются и имеют место быть как полезная информация, получаемая от выполнения работ, выполнения рейсов сторонними транспортными средствами. По функционалу, да, там, мобильного клиента пока у меня, да, там все, если нужно более глубоко, да, там погрузиться, возможно, что-то продемонстрировать, мы всегда готовы. И для того, чтобы нам с вами учитывать полностью, да, там, ввести учет затрат в системе, для этого, как в комплекс, входящий в блок по учету собственного парка. Так, здесь мы ведем учет абсолютно всех затрат, которые могут возникнуть на уровне данного блока. Помимо, да, там, введения справочников транспортных средств с их весогабаритными характеристиками, причем не только собственных, но и сторонних, мы можем также ввести учет и расходов, как в рамках путевых листов, так и, соответственно, далее на слайдике рассмотрим с вами работу по обеспечению этого собственного парка, ну, по выполнению ремонтных работ. Единственное, как бы, да, там, отличие сторонних транспортных средств от собственных транспортных средств, что они отмечены соответствующими флажками, что они являются собственными. Они должны пройти процедуру принятия к учету на уровне системы для того, чтобы мы начали как раз учитывать выработку самого ТС, амортизацию самого ТС, плюс выработку тех агрегатов, которые у нас установлены на эти транспортные средства. Справочник довольно-таки широкий по заполнению. Если вдруг чего-то не хватает, да, какого-то параметра не хватает, мы всегда это можем добавить с помощью дополнительных каких-то реквизитов и учитывать их в системе, либо настраивать вывод в соответствующие печатные формы, да, там, при необходимости доработки каких-то типовых отчетов, то информация, которая должна быть заложена в этих реквизитах. На уровне транспортных средств как раз сдается текущая выработка, да, там, по пробегу, то есть текущие параметры пробега фиксируются в ней, причем можем, да, там, как общий пробег, так и пробег по одометру, если они у нас с вами вдруг меняются. И на уровне транспортных средств ведутся текущие остатки по количеству топлива в баке, причем количество, ну, количество-то понятно, да, там оно меняется по факту закрытия путевых листов. Есть возможность введения учета различных видов топлива, не только одного, да, какого-то набора, и установка процента использования этих видов топлива в рамках выполнения рейсов. При принятии к учету отмечается факт того, что машина принята к учету, указывается дата принятия к учету, с которой мы начинаем непосредственно работу уже в ТМС, и у нас пошел отчет, соответственно, учета всех затрат, которые мы несем на его обеспечение, это и в рамках путевых листов, в рамках ремонтных листов, в рамках прочих расходов, которые у нас фиксируют, соответственно, документы КАСКО, ОСАГО, ну, какие-то дополнительные расходы, которые должны быть введены в систему. Путевые листы фиксируются на уровне рейсов, которые сформированы в системе, но не всегда даже на уровне рейсов. Если мы с вами говорим про учет спецтехники на выделение, собственно, такого рода техники на оказание каких-то специальных работ, либо это какие-то пассажирские перевозки, то мы можем формировать заявки, то есть идти по какой-то такой упрощенной схеме, сформировать заявки на спецтехнику на пассажирские перевозки и вот на их основании уже формировать путевые листы, в которых уже контролировать расходы ГСМ, да, там, и контролировать, собственно, и учитывать, собственно, пробеги этих транспортсесс. Опять у меня это слово, вот прям паразит всплывает. Вот, то есть есть возможность фиксации, выписывания различных видов путевых листов для различных типов, да, там, техники, которая может быть введена. Кстати, в последнее время она там задает вопрос, а можем ли мы учитывать складскую технику, да, потому что она же тоже и ремонтируется, и если это какая-то уличная, да, работает, то это дизельные у нас погрузчики. Да, можно, да, можно, и, соответственно, эти затраты можно даже распределять на те заявки, которые мы должны обеспечить, да, грузополучателям по доставке этого товара. Если у нас с вами также, да, там настроена какая-то интеграция, ну, здесь, конечно, я сейчас сильно могу сказать с личными кабинетами топливных компаний, да, то есть это загрузка файлов определенного формата топливных компаний, данные по заправкам, которые у нас с вами фиксируются в рамках выполнения рейса. Можем автоматически заполнять соответствующие закладки в путевых листах и, как бы, отмечать, да, там, какое количество топлива у вас залито, возможно, даже сверять то количество топлива, которое обозначено в чеках водителей, да, и та информация, которая получена в личном кабинете от топливных компаний, ну, на предмет того, что, возможно, будет какая-то разница. Вот. И от топливных компаний приходит информация, да, там, по стоимости заправляемого топлива, что может быть сразу отражено на уровне путевого листа. Причем, если мы с вами, например, да, установив какую-то телеметрию, которая у нас, помимо учета местоположения, также еще и учитывает уровень топлива в баке, то есть установлены специализированные там датчики, то можем заполнять эти данные также еще и от них, а далее уже дополнять просто, да, там, стоимостями, по какой цене у нас, собственно, произошло увеличение топлива в баке. Сейчас, минуточку. Прошу прощения. Вот. Помимо учет по движению, да, там, горюче-смазочных материалов, здесь хотелось бы еще также отметить, да, там, если у нас какая-то специализированная техника участвует, да, там, в оказании услуг, пусть даже это какие-то работы, ну, например, складской какой-то, да, там, территории, когда нам необходимо ее также учитывать, ее обеспечивать, мы на нее дозраты какие-то несем. Если вдруг у нас установлен какое-то дефантное оборудование, то мы можем и вести учет выработки дополнительного оборудования в рамках путевых листов можем, да, там, если у них даже есть свои установленные паки, да, то также это в рамках путевых листов учитывать. И для ведения учета ремонтных работ в системе есть даже несколько, да, там, рабочих мест, и основной документ это ремонт этого транспортного средства на уровне которого фиксируются работы, ну, в основном, да, там, чем они интересны, работы, которые мы производим с тем или иным транспортным средством, с агрегатом или с доп. оборудованием. Рабочее место управления ремонтами может прогнозировать следующую дату технического обслуживания транспортного средства, где норма ТО задается на уровне модели транспортного средства и контролируется в зависимости от того показателя, который мы установили, пробег, моточасы или количество месяцев. Ну, что быстрее настанет, да, то в прогнозируемую дату, собственно, и подтягивается. Если у нас с вами собственный парк, если у нас есть выделенные места ремонта, то мы можем и планировать, а, там, ремонты, то есть есть еще одно рабочее место планирования ремонта, где мы видим график проведения ремонтных работ в разрезе транспортных средств. Ну, не обязательно транспортных средств, да, там, какой-то погрузочной еще, там, техники, спецтехники или автобусы. В рамках, получается, документа, ремонт, фиксируется все, что производится с транспортными средствами, это и работы, которые выполнены, их количество, их стоимость, это запчасти, которые установлены, могут быть, кстати, собственными, а могут быть приобретенными. Причем выполнение работ в рамках ремонта места может быть зафиксировано как собственными силами, так и с сервисными организациями, когда мы, там, машину отгоняем, производят работы нам с транспортным средством, дальше возвращается транспортное средство вместе с актом выполненных работ от сервисной организации. Данные работы отражаются уже в электронном документе. Ремонт ЭТО по объекту ремонта, по транспортному средству, по доп. оборудованию или по агрегату. Работы выполняются, не выполняются, получается, а работы отражаются именно с той детализацией, которая нам необходима на уровне ремонтного листа, то есть в зависимости от того, как мы хотим далее анализировать то, что у нас происходит с транспортным средством. То есть как минимально мы должны опуститься на уровень тех работ, понимание, что машины часто у нас попадают в ремонт, мы там часто одно и то же ремонтируем. Тут стоит задуматься, почему мы часто эти работы выполняем. Возможно, это и не машина виновата в этом. Отметка факта выполнения работ. Здесь различные подходы. И как бы смешно это не казалось, но с внедрением системы были варианты того, что всплывало на поверхность то, что изначально было недоступно, либо тщательно скрывалось. На уровне ремонтных листов, возвращаясь обратно, возможно, фиксация запчастей, ГСМ, шин, условно, агрегатов, прицепов и так далее. По поводу запчастей, они могут быть, как я уже ранее сказала, собственные или приобретенные. Если у нас есть места хранения запасных частей, то мы можем изначально их закупать под какой-то объем каких-то определенных расходных материалов и хранить их для дальнейшей установки на транспортные средства, если мы, например, эти ремонты производим собственными силами. За это отвечают соответствующие документы в системе. Это поступление материалов, это поступление оборудования и так далее. По поводу оборудования, что мы под этим словом, скажем так, имеем в виду? Это шины, узлы, агрегаты и само доп. оборудование. Это те уникальные элементы, скажем так, транспортного средства, которые имеют уникальный серийный номер. Ну, если мы берем, например, аккумуляторы, каждая шина имеет свой нормативный ресурс, который должен быть пройден. Как проходит выработка этого ресурса? Наводит на мысль, а правильно или неправильно эксплуатируется транспортное средство. Хорошо ли себя ведет водитель при выполнении рейсов? Тормозит, возможно, резко. При этом у нас протектор, да, там стирается. Вот, то есть разница между материалами, запчастями ГСМ и оборудованием в том, что оборудование у нас имеет свою выработку. Мы ведем жесткий учет, устанавливаем на определенные места, закрепляем с определенными транспортными средствами. Факт установки, да, он фиксируется в системе. Мы можем всегда посмотреть, что у нас установлено как агрегат на транспортные средства и какова его выработка. Вот, и, соответственно, учитывать это в системе, да, там, и в дальнейшем анализировать. Запчасти же нет. Мы принимаем общим скопом, у нас есть цена, эти запчасти установили на транспортные средства, все забыли, распределилось и так далее, да, там, то есть оно уже как расходный материал учитывается. Если же про ГСМ говорить, да, то в основном это масла какие-то, да, там, жидкости, там, омывайки, которые закупаются, и дальше они просто так же списываются на транспортные средства, как дополнительные затраты, которые мы несем для обеспечения перевозок. Здесь, кстати, еще, знаете, хотелось бы отметить, что в шины, узлы, агрегаты могут попасть еще такого рода техника, как трекеры, чтобы мы понимали, на каком транспортном средстве какой трекер у нас установлен. Это могут быть транспондеры, это могут быть аптечки, да, которые имеют срок годности, скажем так, да, и это могут быть огнетушители, за которыми мы должны также, да, там, следить, что вот, 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 и, возможно, уже там подойдет срок, чтобы не забыть нам все это заменить и не попасть, да, там, на какие-то санкции государственными органами, скажем так. Вот, и, помимо всего прочего, да, по блоку по управлению собственного парка, просто хотелось бы отметить, что в системе возможен учет документов транспортных средств водителей, для чего они нужны, для того, чтобы мы с вами контролировали срок окончания действия того или иного документа. Различные документы вводятся в систему, это и водительские удостоверения, чтобы у нас водитель не забыл, что 10 лет прошло, но нужно продлить. Бывали варианты, когда, да, вот, просрочка возникала, ну и, соответственно, да, там уже б рейс уехал, ну, слава богу, рейс обошелся, и все хорошо, никто нигде не остановил. Это могут быть такой, ворот, документы, как ОСАГО, это КАСКА, это какие-то медицинские книжки, да, это даже и паспорта иногда заводят, к ним, к документам, которые вводятся в систему, это могут быть представлены какие-то файлы, которые как раз нам показывают, что вот он, да, он документ, он сформирован, он имеет место быть, когда срок придет, мы его обязательно продлим. Причем они выдаются, документы, как на машину, на водителя, либо на того и другого, и при установке соответствующих параметров в системе, да, мы можем подобрать или машину, или водителя, да, как основного, получается, владельца этого документа. И вот чтобы у нас вот таких вот ситуаций не было, когда у нас документ просрочен, да, там, а нам нужно в рейс выпускать водителя, то, возможно, настройка пакета документов для выхода в рейс, и если вдруг что-то у нас пошло не так, то система просигнализирует, что у нас просрочены документы. Не буду больше, да, там, про собственный парк, говорить про него могу тоже бесконечно, как и по самой системе, к самому, да, там, основному, это к учету, анализу, расчету, распределению. Здесь вот хотелось бы отметить не только затрат, да, но и доходная часть, если это применимо в ваших бизнес-процессах на уровне системы. Доходная часть, чуть-чуть я, да, про нее. Если мы оказываем услуги, да, там, по перевозке груза, а мы можем это делать, да, мы можем являться транспортной компанией, обеспечивать перевозки сторонних заказчиков, и это могут быть такие же заказчики, да, там, дистрибьюторы автозапчастей, вот, то они отражаются на уровне заявок на перевозку груза с учетом установленных по правилу расчета тарифов, да, наших с вами, да, там, по отношению к заказчику. И изначально они могут планироваться на уровне заявки, по факту выполнения этих заявок, да, должны быть зафиксированы фактические доходы. Теоретически у нас могут эти данные отличаться, да, потому что в ходе выполнения заявок могли возникнуть какие-то дополнительные работы, заскочи еще вот в эту точку, ой, у меня здесь вот, да, там появилось, ну, пожалуйста, ну, конечно, пожалуйста, у нас же это отдельно тарифицируется, поэтому, ну, вот, за любой кипиш, скажем так. Это что касается доходной части, плюс на стороне ТМС возможно, да, на формирование счетов на оплату интеграции с бухгалтерской системой, для того чтобы дальше у нас уже прошли какие-то взаиморасчеты с заказчиками. По затратной части, по затратной части здесь хотелось бы как раз отметить, что в системе существуют гибкие правила расчета затрат по настройке, соответственно, да, там, тарифов, причем как по собственному парку, так и по стороннему парку, гибкие правила распределения затрат. Почему? Потому что затраты у нас с вами возникают на уровне рейса, да, потому что мы машину планируем в рейс, соответственно, у нас должна, он должен быть обеспечен. И затраты мы считаем по, ну, вот этой вот большой сущности, потому что в рейс у нас с вами может входить несколько точек доставки, да, стоимость перевозки получаем целиком по рейсу, по общей массе, объему, количество мест, какой-то оценочной стоимости при необходимости, да, там, страхование друза, например, да, там, и, возможно, даже, там, оказание услуг инкассации. И если мы с вами вдруг хотим распределять это до уровня заявки на перевозку груза, то есть есть в системе, вот, гибкие правила распределения затрат, которые настраиваются пропорциональным показателям, либо, да, там, могут быть также формулами заданы, там, что мы хотим стоимость по рейсу распределить согласно, там, тонны, тонни километра, объем километра, рубль километра, то есть разнообразные правила используются. Часто в последнее время, да, там, вопросы нам задают, а как? Я говорю, ну, как вы привыкли, поэтому говорите как, а мы переведем это на язык системы. Что хотелось бы здесь важное, да, там, отметить, что, ай, и спасибо, можно здесь в этом плане сказать, компания Автопитер, которая расширила наши возможности по учету затрат не только прямых, которые мы фиксируем на уровне рейса, на уровне путевых листов, да, потому что затраты по ГСМ, они у нас фиксируются на основании норм расхода ГСМ, установленных на уровне транспортных средств. То есть мы можем их легко отнести на те рейсы, которые выполнили транспортные средства. А мы можем фиксировать также, да, и учитывать косвенные расходы, расходы будущих периодов. То есть под прямыми мы тоже, вот как у нас на слайдике, да, там указано это и ГСМ, и это зарплата водителя за отработанное время, да, то есть если у нас какая-то издельная, да, там оплата труда идет. Это и амортизация там транспортных средств, это страхование и так далее. Косвенные расходы, расходы на обеспечение самих транспортных средств, это выполнение ремонтных работ, ремонтных работ запланированных, это техническое обслуживание, да, возможно возникновение каких-то мелких ремонтных работ. Под косвенными мы еще также понимаем, что это возможно, да, там, если, ну, нельзя, например, там, отнести к какому-то конкретному рейсу, да, там, это и оплата стоянок, моек, гаражей, я не знаю, там, зарплата административного персонала, транспортного подразделения, которая должна быть также учтена на стороне ТМС и разместена на все заявки, которые у нас попали в отчетный период, скажем так, да, потому что распределение всех вот этих вот затрат, оно завязано на контрольной процедуре закрытия месяца в основном, да, там, которая как раз вот по мере накопления прочих расходов косвенных по итогам месяца распределяет это на выполненные заявки различными транспортными средствами. И, что немаловажно, да, мы умеем учитывать и формировать правила по распределению расходов в будущие периоды. В будущие периоды это наши с вами страховки, это КАСКО, это ОСАГО, это, возможно, какие-то капитальные ремонты, которые производятся с транспортным средством, должны быть зафиксированы и отражены. Соответственно, если у нас с вами какие-то транспортные средства, да, там, выполняют, ну, скажем так, технические рейсы, то есть они не участвуют напрямую в доставке груза грузополучателям, то такого рода затраты могут быть распределены на коммерческие, скажем так, рейсы, чтобы нам, ну, вот сто процентов прям, да, там, проанализировать себестоимость доставки каждой входящей заявки в отчетном периоде. Это стало доступно в системе, такого рода расчет ведется, используется, и вот на данный момент, ну, при работе со сторонними транспортными средствами, да, тут прямые, ну, прямые, да, там, мы получаем прямые расходы, собственно, сразу их распределяем на все там выполненные рейсы сторонними перевозчиками, а вот при работе с собственным транспортным средством здесь хочется видеть как раз всю, всю поднаходную, все косвенные расходы, которые могут быть изначально не учтены, и есть моменты, когда владельцы собственных транспортных средств, ну, в большинстве случаев, если их не очень много, могут принять решение, ну, и собирают, собственно, все эти затраты для принятия решения о том, что, насколько нам выгодно иметь свои машины, вести их обслуживание, а может быть, наоборот, отказаться и работать только сторонними перевозчиками. Вот, по факту ввода расчета всех, да, там, затрат работ в системе есть возможность, да, тут анализа этих затрат и видимости их, скажем так, да, там, на уровне типовых отчетов, которые в ней есть, на уровне подразделений, направлений деятельности, финансовой деятельности, да, там, предприятия, анализ маржинальности по заявкам, которые мы должны обеспечить, или на которых мы зарабатываем, анализ расходов по рейсам, чтобы мы на уровне рейса увидели все расходы, которые мы несем на обеспечение парка, ну, своего, может быть, не своего, вот, и проанализировать, может быть, нам пора, да, там, ставки поднимать, там, или стоимость, соответственно, по продажам тех же самых, да, там, автозапчетей, ну, нам, как автолюбителям, конечно, не хотелось бы, но мы понимаем, откуда, собственно, ноги растут, да, там. Вот, на этой прекрасной ноте подошли мы к эффектам, да, там, внедрения, к силотам и СИС-4 управления транспортом и перевозками, как и ранее Елизавета тоже, да, озвучивала, это оптимизация маршрутов доставки при использовании различных алгоритмов, да, там, и модуля СКАП и, соответственно, внутреннего механизма системы, которые отвечают у нас за формирование маршрутов. Снижение расходов на собственный парк, да, когда мы можем с вами контролировать, когда у нас топливо сливается, когда он у нас заливается, по какому маршруту и куда у нас уезжает водитель, а были такие, что, да, там, ну, по нужде, а там второй половины необходимо выполнить часть работ домашних, да, ну, и чуть-чуть уйти с поставленного маршрута, но при этом это тратится рабочее время водителя, да, которое должно быть учтено, оплачено. Были моменты, выявляли, и, соответственно, да, там поднимали это все дело на поверхность. Больше всего, конечно, коснулись как раз это учет и затрат на ГСМ в рамках, да, там, работ с собственным парком, когда выписывались какие-то непонятные путевые листы с отметкой тех расходов, которые, возможно, даже и не производились, когда сливы происходили, да, там, не на заправочных станциях, скажем так, да и то не то, что заправочных, они не на ремонтных станциях, и это было видно с помощью, да, там, подключения телеметрических систем и по факту установки соответствующих датчиков по контролю уровня топлива в баке. Оперативный контроль, исполнение рейсов. Здесь, ну, как бы можно отметить, да, там, и возможность отыграться в данных от телеметрии и, соответственно, выполнение работ водителем с помощью мобильного клиента. Много и часто вопросы задаются по поводу того, как нам заставить выполнять работы, особенно сторонних перевозчиков, да, там, с приложениями. У нас есть не один проект, когда сторонние именно перевозчики выполняют работу на мобильном клиенте, просто в договорах, да, там прописывается, и, соответственно, как опция обязательная для факта оплаты выполненных работ отмечается со сторонними перевозчиками. Ну, со своими договориться проще, но иногда тоже не получается в первый раз договориться. Почему? Потому что хотят, чтобы им предоставили соответствующее устройство, дабы своим не пользоваться, или у меня кнопочный телефон, у меня iPhone, у меня что-то, но только не Android. Но зачастую, да, там прибегают заказчики нас к тому, что приобретают какие-то устройства, ну, специализированные, возможно, возможно, не очень специализированные для того, чтобы водитель у нас пошагово выполнял, получается, работа на мобильном клиенте, и мы видели это все в режиме реального времени. Повышение качества предоставляемого сервиса, то есть, когда мы видим, где, когда, что, да, там происходит на точке, как себя ведет наш водитель, мы можем как-то, там, улучшить свой сервис, обратить, возможно, внимание на определенные точки, если у нас, да, привередливо, придирчиво относятся к приемке грузов, да, там, или наоборот, те точки, где у нас по ускоренной схеме, там, сдача груза производится, мы очень быстро и оперативно ее проходим. Снижение нагрузки на сотрудников службы доставки, здесь, наверное, хотелось бы, да, там, отметить и логистов, да, которые начинают тратить меньше времени на формирование подгон маршрутов, конечно, да, там, по зонам логист может у нас раскидать эти рейсы и сказать, все, я все сделал, а вот система, там, не распределила что-то, а доп. условия, а временные окна, а ограничения по точкам, вот как они это учтут? Никак. На нашем опыте, да, там, логисты, где только не вели планирование рейсов, Excel, это еще мало сказано, да, там, вывод точек в Excel, а есть, прям, были флажки, установленные на карте, развернутые на столах, собственно, логистов и формированием таким образом рейсов. Вот, поэтому с помощью системы, да, там, снижаем нагрузку, для чего? Для того, чтобы у логистов была возможность уходить домой вовремя, это как первый вариант, потому что зачастую задерживаются, либо график работы, да, там, не совсем удобный, возможно, для совмещения каких-то домашних дел, да, там, и работы в компании. Ну, и, соответственно, да, там, вводить, возможно, документы вовремя, при работе собственными транспортными средствами, да, там, акты выполненных работ должны быть зафиксированы с тем, как фактические расходы, и если мы их вводим вовремя, то мы можем и проанализировать какие-то затраты с вами вовремя, а не по факту в течение какого-то времени, не дай бог, это еще произойдет в каком-то закрытом периоде. И реализация финансовой модели, то есть это принцип распределения косвенных затрат, затрат будущих периодов, затрат, ну, по всем документам, которые могут быть зафиксированы на стороне системы, по ремонтам, по каким-то арендам, надо не только машин самих, да, гаражей, а также и там квартир по маршруту, распределение расходов, да, там, затрат по транспортным средствам, распределение затрат, вот как я уже говорила, да, там, технических каких-то рейсов на коммерческие доставки по направлениям деятельности компании. Ну, то есть здесь могут быть выделены различные, да, там, подходы, то, как это должно быть учтено, оно учитывается и результат мы с вами соответственно видим. Ну, первое, конечно, да, там по факту закрытие месяца на первом этапе закрываем, распределяем, смотрим, удовлетворяет, молодцы, все отработали вовремя, все отработали срок, все введено, все здорово, все сократили, ну, молодцы, система уладит, система нам помогла. На этом у меня по презентации пока все, спасибо за внимание, пока.